Клуб на колесах. В преддверии профессионального праздника работников искусства глава региона вручил 11 сельским учреждениям культуры ключи от видеомобилей Зерде. Лучших представителей сферы культуры отметили премии Акима области по 22 номинациям. О том, как это было, расскажет наш корреспондент. Зерде видеомобиль. Не транспорт, а настоящий передвижной клуб. В состав многофункционального культурного комплекса входят видеопроектор, экран, видеокамера, видеомагнитофон, микшерный пульт и акустическая система. 11 таких видеомобилей сегодня глава региона вручил сельским учреждениям культуры. Особенно ждут Зерде в регионах, где много малонаселенных пунктов, а Сакаровский район тому пример. Фильмы, шоу-программы, выставки, лекции, дискотеки – вот далеко не полный перечень в меню экипажа необычного автомобиля. Чтобы донести культуру, культурное наследие нашего района для каждого сельчанина, нам этот видеомобиль Зерде – самый большой подарок для нас, для всех сельчан. Нужно отметить, что День работников культуры и искусства отмечается с нынешнего года в соответствии с указом главы государства. Насыщенной была культурная жизнь области в текущем году. Проведено свыше 15 тысяч различных культурно-досуговых мероприятий. Наши творческие коллективы успешно провели гастрольные поездки за рубежом. Все это – показатель высокого уровня культуры нашей области, отметил Аким региона. Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за верность однажды выбранной профессии. Верю, что работники культуры и искусства приложат все свои силы, знания, опыт для дальнейшего процветания нашей родной области, нашей страны. Затем застоялось вручение премий. В этом году на рассмотрение комиссии было подано 127 заявок от Организации культуры и искусства области. И лишь 22 кандидата стали обладателями почетных званий. Среди них солистка ансамбля «Мирей» концертного объединения имени Байжанова Надежда Зыкова. Я приятно была удивлена, что меня выбрали в жанре классического вокала «Певица года». Спасибо Аким области и, конечно, своему руководству, что подали заявку на меня.